Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 19. Вопрос. 3351. Стал замечать, что в последнее время в патриархийной печати указывают на какие-то соборные каноны по отношению нарушения их зарубежной церковью. Почему же они о них ничего не говорили раньше? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Говорили, а вы просто не обращали на них внимания. Я когда-то очень вплотную 3 года занимался канонами и нашел, что из 719 ныне как бы действующих правил 7 Вселенских, 9 Поместных Соборов и Святых Отцов, 13 Учителей, 413-57% повседневно, постоянно и намеренно, пренебрежительно нарушается. Очень крепко стараются владыки сохранять только те каноны, которые оберегают их власть и их владение, где дело касается наказания за нарушение их прав, их имущества, чтобы куда не ушел их раб-священник, раб-диакон. Тут бы им в помощь все послания Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Но все эти правила не имеют никакого обоснования на страницах Писания. Даже напротив того, нужно быть крайне осторожным при общении с епископами, чтобы они тебя не затащили в ад, не сглотнули с твоим имуществом, особенно при поступлении в монастырь. Попробуй засомневаться в том, что ваш епископ не ангел вашей церкви, не пастырь овец, но волк в овечьей шкуре, и может быть самый настоящий антихрист. Что тут будет? И как же они не растерзали Павла за эти слова? Деяние 20.29 «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Иезекииля 34.8 «Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыря мои не искали овец моих, и пасли пастыря самих себя, а овец моих не пасли». 2 Иоанна 1.7 «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего воплоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Какой епископ сегодня исповедует Христа, как воплотившегося за наши грехи, и кто несет эту весть в мир? Евангелие от Матфея 10.32 «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Невестным». Без исповедования нет надежды на спасение, а попы приучают людей верить в душе, и на исповеди совершенно не спрашивают, являются ли прихожане свидетелями Иеговы в этом мире прелюбодейном и грешном. Римлянам 10.9 «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Римлянам 14.11 «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». 2 Коринфянам 9.13 «Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». 1 Тимофею 6.12 «Подвизайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, к которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. 2 Тимофею 6.13 Где не исповедуют Христа, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, там губят веру, землю делают солончатую». Лука 11.23 «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Епископы не имеют морального права бряцать канонами, ибо каноны даны для созидания церкви, а не для разрушения и осквернения. Согласно канонов, они почти все должны уйти в затвор и там зализывать свои гнойные раны. Церковная мафия – самая страшная из всех преступных группировок, ибо она прикрылась овечьими одеждами. Седьмое Вселенский Собор – третье правило. «Всякое избрание во епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу». Апостольское правило тридцатое. «Если какой епископ, мирских начальников употребив, через них получает епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним». Ни один епископ не может отличить волка от овцы, так как оглашенные языдити практически нигде выполнено быть не может, потому что нет обращения через рождение свыше, через уверование. А есть дьявольское изобретение, воцерковление, через обрядность и обычай, через традицию и корни. «Мирские люди по обычаю всех храмов входят и грешат безмерно недостойным причащением, ибо не могут рассуждать о теле Господнем, так как их никто не учил о жертве Христа на Голгофе». «Рассуждать не только о теле в чаше, но главное – о теле на кресте, близ Иерусалима». Бытие 19.31 «И сказала старшая младшей, Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли». «Живуч кагал еврейских чудотворцев с тех незапамятных египетских времен, там Моисей творил, быть может, морщась, рукою прокаженную, как будто мертв. Но и волхвы, как знаем, не дремали, драконий дух змеенышей творил, противились и Анне, и Амври, знак перепончатых свистящих крыл. «Злым иудеям чудо подавай, и с каждым разом все оригинальней, всем неразменный рубль и каравай. Днем на трибуне, а ночами в спальне, а чернокнижества каббалы сдурели, хватают за грудки и требуют чудес. Ульянов, Шиклер-Бурбер рождаются в апреле, и думаю, что в этом тоже что-то есть. Мы проповедуем распятого Христа, не чудотворчества мощами и крестами, от мироточения, пожалуй, враг устал, лишь помраченные попы в том не устали. На чудотворчествах пустых и бесполезных замешаны все жития святых, так чудеса и в алтари пролезли. В канонизации внедрились и в посты, паломники, покойники за чудесами рыщут. К бомжам, к башкам дивеевским, к могилкам бесполезным, питаются отнюдь не словом царской пищи. На соловки, на валаамы лезут. Мы проповедуем о чуде воскресенья. Евангельская вера, чудо века, чудесное, божественное семя. Есть чудо в православии, оно так редко. Из благовестия произрастает чудо. Зерно осотлевшее так чудно воскресает. Враг обольщает чудесами грубо. Читайте Библию, не обманитесь сами. 31 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин.